Основное это то, что, к сожалению, то, о чем я рассказал на презентации первой, очень многие стали забывать за фундаментальные основы вообще построения питания. В принципе, многие почему-то стали уверены, что корневое питание и листовое питание, то есть листовое питание одно из основных. Многие даже начали путать, что говорят, что листовое питание 90% должно составлять из системы питания растения. В принципе, это не писается яблоком, любого растения. Глобальная ошибка. Пытаются закинуть как можно больше фосфора, калия, кальция через лист. Господа, в системе питания листовое, листовая подкормка, полианная подкормка, она занимает всего лишь до 15% от общего баланса питания вашего. То есть положено, к примеру, 3 килограмма кальция на одну выдачную тонну продукции. Из этих 3 килограмм, это в чистом теле, вы сможете максимально засунуть в него, ну, пускай даже 4 килограмма. Все остальное вы в корень должны дать. Для чего это делается? Ну, для того, чтобы сбалансировать питание, сбалансировать дерево. Итак, еще раз повторимся, да, основы, какие элементы, технологии вообще выращивания сада. Рост регулирующих мероприятий, к ним относятся обрезки, подрезки корней, применение регуляторов роста, такие как ингибиторы, наоборот стимуляторы роста. Это все то же самое включается в основу любого интенсивного сада. Питание, минеральное питание, в первую очередь, энергетический баланс, обеспечение энергетического баланса и экологическая устойчивость. Регулирование нагрузки урожая и качества плода с помощью прореживаний, всех абсолютно типов прореживаний, тогда и то подобное. Стратегия защиты растений, ну, это, можно сказать, один из основных столонов системы интенсивного технология сада и воды режим хрошения. Минеральное питание, мы, в принципе, пока и на сегодняшний день остаемся на нем, это как бы выбранный нами блок, проблемный блок, что мы должны понимать, потребность в элементах генерального питания определяется генотипом растений, то есть способностью каждого растения, интенсивность обмена веществ. Этот интенсивность обмена веществ зависит от строения корневой системы, от ее залегания в горизонте, почвенном горизонте. Опять же, горизонт залегания в корневой системе будет зависеть от плотности почвы, от условий произрастания, от подвоя, от сорто-подвойной комбинации и куча-куча-куча всего того, о чем мы должны изначально позаботиться, прежде чем заложить тип плотоносящего сада, ну, типа, то, и интенсивность, и так далее. Вот, и, соответственно, выносим элементов питания с биомассой и, соответственно, урожайным. То, о чем мы всегда должны с вами знать. Биомасса, что такое биомасса? Это возврат в почву, возврат в ту же почву, выносов вынесенных элементов с помощью листьев, обрезанных ветвей, которые вы измельчаете, и они ведь тут же остаются у вас. Это тоже возврат считается. Да, небольшой процент, до 0,0, там, 5-0, 0,1 процента. Но это тоже считается, мы тоже должны учитывать. Это органика, которую вы возвращаете, это калий, которые вы возвращаете. Это обменный, обменный, получается, элемент. Ну, и, соответственно, урожай. Урожай, что такое урожай у нас? Это то, что вы потратили удобрения на производство плодов, но вы же их не вернули в почву на сад, вы забрали в себе, вы их забрали в растение. Вот это называется кинотип и обмен. И вы изгар, это должны учитывать. Экологическими условиями, доступность элементов питания в почве. Ну, я думаю, об этом не стоит упоминать, потому что в зависимости от условий почвы, доступно себе и отрат. И, соответственно, эффективность использования удобрений, конкуренция с содными растениями, потому что зачастую, когда видишь в саду высокий сорняк, ну, и люди, допустим, говорят, что у нас проблема с горькой ямщикой. Господа, ну, сорняк ведь тоже он потребитель кальция. Верхучная почка любого растения потребляет кальция. Поэтому тут кальция, который вы внесли, я говорите, что мы внесли 200 килограмм на гитар, а у вас сорняк стоит сплошной весь вегетационный период. Ну, ну, считайте, что вам сорняк скажет спасибо, потому что примерно около 20 процентов он просто скушил вашего нитрата кальция, который вы внесли в гранулированную форму. И так далее. То есть изменение выноса в связи с изменением условий. То есть это тоже мы всегда должны учитывать, тоже относится к экологическим условиям. Что такое изменение условий? Иван Иванович Пралева тоже рассказывал, упомянул один из этих тезисов. Прошел дождь, вымолокальцы. Повторим обработку. Неважно, чем. Неважно, каким кальцам. Хелатированным, не хелатирован, нитрат, холорит. Неважно, в третьем работе. Потому что ионы, они просто-напросто умываются, попадают. Не только кальций. Кальций, калий выпадают. Это все намывается не только с осадками, даже с рассой вымывается. Все это падает в почву. Хотел бы вам предоставить небольшую такую схему, как все-таки проходит баланс в агро-экосистеме САД. То есть, это в принципе довольно стандартная форма. Она взята из зарубежных источников. В первую очередь, немецкие были источники. Еще на заре, когда мы только начинали разбираться уже конкретно с питанием, будучи еще ведущим технологом с адмиграторами, когда я еще там работал, уже нам вот эту систему делали. Это 2011 год. В принципе, то, о чем я выше говорил, мы постоянно должны контролировать вынос, возврат с биомассой, с элементами питания, вынос с урожаем. Ну и также мы, в принципе, считаем возврат с азота, с осадками и так далее. Почвенное питание. Повторюсь, повторюсь, это основной путь снабжения растений и элементами минерального питания. В системе питания они должны составлять у вас минимум 80%. Минимум. Это вот вы должны усвоить этот закон. А чтобы сэкономить на удобрение, потому что 80% бывают люди пытаются воткнуть, не побоюсь этого слова, воткнуть в систему с помощью фертигации. Тоже неправильно. Тарас Григорьевич мне не даст соврать в некоторых условиях за соленой почвы, за соленой воды. Мы когда еще добавляем удобрение, у нас верхний горизонт, где просто капельница происходит, и капель. Неизбежно происходит перезасоление почвы. То есть в этом корне обитаемом слое корни погибают, они просто не усваивают. Поэтому мы должны раздробить. Мы должны раздробить. Мы должны тогда в таком случае из этих 80% 60% сделать с помощью разбрасывания, внести удобрение пролонгированного действия, то есть гранулированные, внести в престорную полосу, чтобы они долго там усваивались почвы. А остальные 20-25% мы уже вносим с помощью фертикации. Но это будет точечный продукт типа нитрата кальция, нитрат калия, то есть, но зачастую просто там и 20-20-20, 3-11-38, и все каждый день, на через день пытаются засунуть, а в итоге получается вот такой вот комок соли, который просто потом не скринешь даже с местом. мы такое часто встречали в садах, и встречаем, к сожалению, потому что до некоторых людей все-таки, не знаю, может быть неправильно преподносят им эту информацию, но когда начинаешь переделывать, пересматривать, то они уже потом понимают быстро. Корректировка. Контроль мы делаем каждые 2-3 года, один раз в 2-3 года, это что касается почвы, не режут, потому что вы все-таки должны понимать, что у вас происходит с почвой. Почвенный контроль, как должен быть доведение содержания недоступных элементов почвы до оптимальных значений, то есть если у вас азот выпал, или калий наоборот превысило, то есть вы должны соблюсти баланс какой-то, выбрать, допустим, не калиймагнезию внести, а больше сульфатаммуния и наоборот внести, потому что в любом случае вы должны все время себя контролировать и внести не траткается и не через каплю, а гранулированных килограмм 500, к примеру, то есть здесь должны постоянно мы мониторить компенсацию среднего выноса элементов питания вне массы урожая, то есть это все делается через почвенный контроль и листовой контроль, листовой контроль всегда мы в течение сезона проводим листовой контроль, самое лучшее время, ну, начало июня и первая декада августа, когда уже в принципе у нас уже и гала подходит и более фользовые сорта, мы еще можем кое-что отмониторить для того, чтобы добавить какие-то элементы питания, не макро, а именно микроэлементы, в том числе листовой контроль здесь указан, но не указан контроль плодов, потому что плоды контролировать мы обязаны с вами, здесь присутствуют технологи, которые работают в садах уже давно и знают прекрасно, что такое контроль ябл, и чем это чревато, какими последствиями, если этот момент игнорировать. Дело в том, что был в прошлом году такой, ну, можно сказать, незабавный, но тем не менее показательные случаи, когда приходишь в садхозяйство, мне спадет вопрос. Константин Сергеевич, нам хочется внести монокалийфосфат по листу, потому что мы его давно не вносили. Ребят, здесь, кстати, в зале сидят человек. Ребят, давайте сделаем сначала анализ ябл, анализ плодов. В итоге показала анализ, что у нас просажен сильно кальций, хотя кальций вносили. Просажен кальций сильно, а калийфосфат в норме. В итоге, что? Если бы мы внесли еще монокалийфосфат по листу, мы бы еще больше просили по кальцийу. В итоге, мы сделали обработку кальция, там, по-моему, две обработки взяли. Снова сдали анализы, то есть плоды на анализы. У нас показалось, что кальций нормализировался, до оптимального значения. Калий стабилен, и так далее. И все позиции стали стабильны. Просто от того, что мы сделали обычный контроль, заплатив за это копейки, но сэкономив кучу денег на этих обработках. И самое главное, мы позволили избежать пика вспышки горькой ямчатости. То есть, мы просто вот таким вот контролем мы себя не запасили. И дай бог, так дальше будем. В принципе, мы научились, они дальше будут этот процесс контролировать. Потому что это нужно делать фарикулярно. Я думаю, чем чаще, тем лучше. Два-три раза в точность надо будет. Есть. Оптимальное значение это значение зарубежной данной. Это не российские, это немецкие данные. Поэтому мы всегда оттолкиваемся от них. Это что касается, если мы контролируем лист, что касается листа. Есть, да? не корневое питание листовое. Еще раз повторюсь, листовое питание должно в системе составлять не более 20%. Так как обеспечение потребностей макроэлементов, то есть, лист может макроэлементы всего лишь там около 10% воспринять. Но микроэлементов 100%. То есть, железо, магний, молибдерино-образные, то есть, микроэлементы, основные, цинк, соответственно, марганец, бор, они воспринимают до 100% через лист, через полярные обнесения. Поэтому гораздо эффективнее и гораздо дешевле вносить микроэлементы через лист. Повторюсь, потому что они 100% высвоены. Не совсем эффективно макроэлементы пытаться засунуть через лист, потому что они всего лишь до 10%. Ну, пускай 20% высвоен. И вы, скорее всего, заметите, что во всех практических системах питания листовое питание, если это будут плантофолы, плантофиды, наболоны, еврохимы, равновесная формула, допустим, 20-20-20, 3-11-38 и так далее. Мы всегда ставим там 1-2 килограмма на это по листу. Во-первых, это связано с ПТМ раствора, потому что все-таки лист, это орган очень чувствительный. Во-вторых, потому что он всего лишь воспримет от этого внесения максимум лучше, чтобы процентов 20 потому что корень исходируешь внес кори разовесной формулы смысле есть то он усвоится через листа всего лишь на ерунду потому что он не хеватилась тяжелыми поэтому исходя из этих заморожений строится адекватная система питания то есть макроэлементы 8 коль поступление нервных элементов пунктом основа потребления то есть листового питания своевременность поступление элементов по фенопазам это преимущество и повышение продуктивности и устойчивости еще раз не может служить альтернативой почвенного питания классификации минеральных элементов по потребности ну здесь тоже принципе никакой новой информации я не предоставлю потому что основные элементы это в частности макроэлементы присутствуют в растениях в количествах миллиграмм на грамм сухой массы то есть макроэлементы азот фасфорокалий магний кальций сера вот ну и микроэлементы железо марганецин гормальдин медь хлор хлор кошек кошек всегда есть вот из полезных питания сейчас очень много кремний кобальт но это знаете как всегда говорили папка нам присказала он вроде бы есть а его вроде бы должен быть тем не менее он есть просто в каждой системе в каждом сопровождающем элементе он есть и филатировал и влад он тоже есть далее факторы влияния на усвоение питательных элементов секунду то о чем я говорил на грунтовые воды подход естественно столичное засоление также когда у вас идет подпор грунтовых вод происходит личное заселение естественно кое-какие моменты по усвоению микро и макроэлементов это первую числе я но в частности перочит влияет на активность кормить потому что во время засоления активность корней снижается содержание кислорода в почве аэрация должна быть сюда пусть чем лучше вас и рации рахление мульчирование естественно потребление элементов будет выше значение ваших растворов почвы температура антагонисты почвы активность корней так далее возраст мекаризация структура почвы температура почвы почву давление все эти факторы напрямую влияет на усвоение питательных элементов так обеспечение питательных вещества это вот желательное содержание элементов почвы если вы делаете анализ почвы должны придерживаться плюс-минус этих параметров здесь оптимальное значение более оптимальных желательно и значение указана низкая средняя оптимальная высокая там очень высокая информация это все из-за убежных источников немецких источников а есть качество листьев тоже номинально величины питательных вещества листьев данные плодовольческой компании станции то есть двор сам немецкой станции тоже в принципе при анализах листьев вы можете найти данные операции то есть когда вы с июня по август делаете свой анализ листья примеру потому что сейчас у каждого есть практически у каждого садовода есть портативные средства для определения микроэлементов то такие вот тестера как они называются по определению кальция магнит а вот эти вот тестеры на листовой листовой диагностики но они делаются экспресс помощью специальных тестеров они с помощью сока листа то есть моментального определяют эти данные на эти данные операции но конечно самый лучший самый точный это с помощью зольного до объявления высушивание это самое конечно точно но если вы хотите быстро скорректировать вы сможете пользоваться приборами них погрешность в отличие от зольного ну плюс-минус там около ну совсем небольшая погрешность я тоже проверял разница небольшая совсем так просто принципиальная схема где должны быть элементы не глядя на какие-то продукты не опираясь на какие-то конкретные продукты да где должны быть такие элементы какой фазе расти то есть ничего нового но информации то же самое вот потребность допустим в азоте по каждой культуре чтобы вы понимали когда считаешь баланс питания чтобы вы четко понимали потребность урожая то есть урожайности ваш это исходя из этого вы должны уже пересчитывать потребность того же азота потому что зачастую зачастую совсем идет из баланс когда у вас висит 100 тонн или 800 а вы вносите всего лишь 40 тонн азота ребята куда вы будете калибр получать 1 2 куда вы будете получать ветку которая у вас должна идти постоянно нарастать то есть вы должны наращивать тоже для массы для того чтобы в конце концов сделать потом ротацию до этих ветвей из чего будет идёт отдаться что вы разу не положили вас причем не выросла когда допустим сделали обрезку прошлого года у вас и вы оставили балансы конечно да у вас азота нет и ничего не наросло и дерево мало того что не заложила плодовой почки так она еще не создала структура на будущий год где закладывать тоже очень важный факт я конечно не могу пропустить эти моменты до функции азота естественно профил влияет на процесс фотосинкеза и видеть ему не могу это пропустить это все функция азота значит азот белковое соединение аминокислоты партеиды одновременно с этим это важная составляющая всех энзимов энзимы это ферменты в своем сленде да в своем программическом сленде мы азот называем скульптором вот это так и есть это скульптор растений поэтому он участвует во всех абсолютно строительных процессах растений также он участвует создание алкалоидов витаминов вот и естественно это элемент который участвует в обмене энергетического сырья растения я думаю симптомы нехватки азота мы перечислять не будем да мы просто пропустим этот слайд сфотографировать и пойдем дальше потому что у нас есть интересный докладчик вы тоже очень с вами поделиться всем соответственно дефицит азота то о чем я говорил снижает продуктивность общую продуктивность растения снижая от калибра до роста полезной нормально подводились соответствовать да то же самое то что касается азота плода плоды всегда маленькие то есть есть у нас особо чувствительные сорта такие как гала к примеру гала вы знаете что если у нас средняя статистическая по больнице азота один один метарь идет к примеру плюс-минус 60-70 килограмм то они так чисто мы выносим но некоторые старта 4 типа отношения до 40 снижаемся 40 50 4 типа отношения к ним относится что у нас там может идут и фуджи и принесли но сильно рост на сорта то есть мы там обязаны снижать азот мы либо сады когда входит периодичность низкая выраженность да мы тоже в азоте должны падать с вами но такие сорта мелкоплотные как гала они наоборот любят азота больше у них идет примерно около 100 100 даже 120 где-то в определенные года потому что гала считается много плотным сорт из-за этого по галле всегда даются азота немного больше и в основной внесением это тоже этот фактор учит допустим если мы сульфат аммония 8 на фуджи 100 120 100 то на галл 150 180 это уже считается с тем условием что мелкоплотные сорта они требуют большего потребления азота этот фактор обязательно здесь вы тоже можете дифференцировать свои затраты по сортам потому что считая допустим у вас что у вас есть горло golden айда red и рядышком фуджи но вся же у всех есть лучше абсолютно чемпионы вы можете дифференцировать свою систему питания на галлусы тем больше на фуджи с этим соответственно подрать чемпион 50 60 из этого расчета лазов должна быть у вас потому что но очистительно сортов газов у каждого разные это мы должны учитывать соответственно без плоды мы помним да галла если только мелкая что у нас уже отрас уже вкус яблоки созревают всегда либо раньше срок либо наоборот они висят до последнего мы заходим на эти участки в самый последний момент убираем но выбираем и как правило уже желтый с распадом ткани поэтому вот этот фактор отсутствие азота и дефицит а ну избыток азота тоже очень плохо всегда да потому что потому что влечет за собой необратимые последствия буквально буквально живой пример очень часто видишь что никогда неправильная система питания основана на азоте я особенно на миссом азоте видео мочевины когда видят в каплю приходишь сад декабре а у вас сад еще видите точнее лист висит растет . роста еще не закрытая то соответственно что и произойдет с этим садом подмораживание побегов полезных побегов подмораживания почки тогда и тогда это упадут из избыток азота берет уже плохо будет этот момент сюда должны с вами контролировать то есть для этого существует дифференциация так по сортам так и по нарастам сада плюс еще если у вас сад одинакового возраста но вы должны учитывать что если он впал в периодичность естественно вы должны корректировать систему питания потому что ей в этом году не надо количество азота и плюс еще избыток азота самое важное это появление горькой явчивости потому как мы сами понимая да зачастую зачастую сейчас понимает что избытком азота мы провоцируем рост верхушечной почки которая просто пытается искать у нас появляется в этой части так стратегия внесения удобрения азота то есть вы должны все понимаете на сенечках на косточке на ягодах культур рака то есть как мы всегда вносим мы вносим дробь то есть в принципе сейчас просто по необходимости вносим за один раз но фертигацию но в любом случае корректируем когда на мазок нужно будет внести зависимостью от периода но если конечно сады без фертигации конечно там приходится за один раз потому что другого выхода другой возможности по фосфору степень бог присутствует почвы оптимальное значение минимальный очень высокие значения с вами очень что касается я в принципе по фосфору долго останавливаться не буду потому что мы с вами все прекрасно знаем для чего нам нужно самое главное в растению фосфор нужен в первую очередь в первую очередь в начале вегетации когда у вас до цветения сделаны фертигации моноаммонифосфата затем фертигации фосфата мочевеины то есть всегда у вас растение будет живое это абсолютно по любому растению если особенно у вас есть капельный болей и вы вносите моноаммонифосфата у вас всегда будет живее растение у вас энергии будет всегда растение больше о земляники живой пример люди бывают вносит сразу же земляник в начале вегетации равновесные формы с большим содержанием азота выходит в первую очередь лист это вот самый простой индикатор я скажу по землянике выходит в первую очередь флаговый лист цветоносили когда только начинаешь вносить моноаммонифосфат 2 а то и три раза у вас цветоносы обгоняют лист у вас все полностью первое стоит лист они а уж потом появляется растению достаточно листовой маски не провоцируйте растения на слишком быстро вегетативный рост потому что чревато потерями цветка в любом растении яблонифосфат сливе то же самое это в первую очередь и фосфор должен вноситься в доступной форме есть эти окси фосфор это фосфат мочевин это еще более доступная форма единственно формула 17 процентов амидного азона тоже карбанита давид сделай пожалуйста температуру комфортно пониже повыше комфортно у нас нужно вот поэтому поэтому не путайте пожалуйста не путайте пожалуйста многие думают что сначала надо дать зеленую массу а уж потом работаем на цветок ребят цветку живут абсолютно все равно когда мы там уже вступает у кто выживет либо негативный побег либо цветок поэтому лучше сейчас носить хост по поводу выбора продуктов либо молому не паспорт каплю нам у них паспорт 12 процентов азота амидного кстати азота 61 процент хвост про фосфат мочевины эти окси фосфор кстати это очень хороший и такси фосфора практически чистый значит там идет 44 процента фосфора хорошего доступного и 17 процентов мочевин очевидно поэтому обратите внимание на эти продукты не в падаете падаете в гонку за то что делать все остальные сделайте как на сделать сначала естественно вы по листу должны вносить фосфор как минимум два раза тот светение и в момент светения фосфор очень потому что вы не поймете как вы просто прозевали когда он живут время для светения нужна энергия для закладки почки нужна энергия для роста нужна энергия для прорастания пыльцевой трубки нужна энергия фосфор это энергия поэтому здесь надо обязательно на него обращать внимание но в небольших дозах потому что чего даже есть по фосфору я думаю мы разобрали дальше я по другому элементу остановимся если кому интересно мы конечно же да это уже накопление сахара в плодах из фосфор всегда нужен на протяжении всей жизни растениях всей лепетационного периода и в конце особенно когда мы должны вносить для того чтобы происходил интенсивнее углеводная пена только сахаров сахаров всегда нужен фосфор виде там монокалий фосфор тогда потому что плоды ярче плоды более окрашены происходит происходит больше выработка сахара образование сахаров поэтому всегда мы должны фосфору уделять особое внимание поэтому не забывайте вот но усвоение фосфата зависит от температуры почвы до соответственно влажность почвы вот оптимальный происходит рост корней да почему происходит когда у вас благоприятная температура почвы благоприятная влажность почвы и так далее дальше давайте к все-таки один из тоже основных элементов калий также предоставлена схема не схема значит таблица по степени обеспеченности калием миллиграммах на 100 грамм почвы это именно что касается почвенных показателей оптимальное значение низкое и очень высокое значение то есть это тоже немецкие данные то есть мы опираемся на немецкие да они вроде больше больше подходит под наши сейчас современные сорта сотоподвольные комбинации и ближе наверно к нашим почвам вот эти немецкие данные значит что по поводу калия соответственно по нему много рассказывать что же можно долго и нудно вот в первую очередь водный баланс оптимальное осматическое давление вот улучшается поглощение воды вот сокращение воды то есть отдача воды сокращается вот участвую в фотосинтезе производства белка то есть он участвует более чем ферментации 60 энзимов зима фермент а также производства углеводок ракомала жиры и тогда это упало довольно важный элемент который отрегулирует практически все чему приводит в дефицит калия чувствительные зацепи мы зачастую с вами видим когда лист на особо чувствительных сортах такие как брэбл возьмите брэбл грани смит вы замечали так особенно грани смит просто сворачивает лист и все свернул лист потому что у него стресс жара и наоборот когда слишком влажно тот же год сбрасывает да можно говорить там магний не хватает так далее но вы все вот эти стресс-факторы отдача потребление воды регулирует калий то есть поэтому все калий он должен быть тоже всегда небольших дозах но всегда он должен быть присутствовать в растении поэтому мы всегда в систему фертигации во-первых систему остановки сильно старается внести калий но калий вносит не с помощью а за хвостки вы понимали а за хвостками трава хвостки до одни из самых грязных выводим и внесли считайте что вы несли половину потому что удобрения они произведены из самого низкого сырья самого низкого качества который присутствует куча хлора куча натрия то есть он растворится у вас на половину того что вы не слышите если 100 килограмм посчитайте 50 килограмм что там если 16 16 16 казалось бы достаточно а когда считаешь даже просто по верхней корочке почвы где внесли где не внесли а там там крошки вообще остаются остаются только признаки внесения этих удобрений всегда я тоже настаиваю вносите монопродукт есть калий магнезии в которой больше 40 процентов калия больше 40 процентов и плюс 16 процентов магния и 10 процентов все это если не ошибаюсь стена тогда сера магний калий но 40 больше 40 процентов калий но вынесите и все и вы по крайней мере себя обезопасить тем что у вас растения будет обеспечена калий и вот эти вот качели до рима и вот эти вот качели с недостаточным какого-то элемента вы по крайней мере их нивелируете максимально поэтому в основном и семья настойчиво всегда рекомендую внести фатамония монопродукт и калий магнезии и она у вас системе питания должно составлять не менее 60 процентов от общего баланса питания общего что это даст экономия деньгах но вы либо фертигацию будете платить бешеные деньги либо здесь заплатите 10-12 тысяч рублей на гитар это два продукта и все и вы на 60 процентов после сэкономили себе кошелек остаетесь в рынке и так далее да то есть здесь надо выбирать дальше по симптомы дефицита понятно да вот что у нас еще пугали что что непонятно это я уже по листьям да вот это да кстати часто происходит низкотемпературный распад на годы так давно и думаем что яблоко перезрела в итоге смотришь а системе калит не хватает то есть плотности плотности естественно происходит низкотемпературный распад не академ вот поэтому тоже нужно это знать я думаю тоже нет смысла комментировать потому что я уже в принципе все рассказано качество урожая падает вот меньшее образование цветочной плодовой завязи и усиление плодопадов в июне то есть но а естественно осыпание усиливается в июне плюс ко всему недостатка калия те же самые молодые сады подвержены подмерзанию почек подгазания это особенно видно в среднем полосе высшую распадской области кальций но кальций также смотрите влияет на образование теле то есть есть плода достаточно кальция то оказывается у нас выработка и теле на увеличивается вот в принципе это факт давно доказаны так вот доказанные ребятами которые занимаются продажи и производства на себе вот они уже давно-то доказали в принципе они нам эту формулю привезли и они были сигналом тому чтобы мы перестроили все программы питания по пальцу и в садах потому что все таки все проблемы тут из сада проблемы хранения они идут из сада поэтому просто обычная формула я понимаю что она ничего не понятно никому непонятно но эта формула как этилен усиливается вывод катерина усилиться в хранилище при недостатке кальция на это мы должны с вами обращать внимание кальций составить зимок участок процессе созревания вот и ограничивает в рамках этой пункты . производства этиленокласса то о чем проговорили с вами вот на столе этого процесс трения вызвана телегом процесс созревания замедляется после урожая и хранения и есть а пятна лизы очень интересно заболевания но это имеется ввиду пятна и визы когда у вас заболевание а так то есть сделали вывод что оказывается так нос также проявляется из-за недостатка кальция еще больше проникает когда начали разбирать этот вопрос еще более глубоко то оказалось что кальций участвуют в иммунитете растения то есть он повышает иммунитет растения соответственно из-за чего плотность клетки увеличивается увеличится сопротивляемость мы много думаем и многое думали что вот эти вот заболевания проходит в виде гойко ямчатой сюда мы думаем что это биттерпит они это пятна и язык вызван антракнозом поэтому мы тоже были немного удивлены шокированы но факт есть план так вот там ребята из немецкие немецкие ребята рассказали есть усвоение кальция естественно по в процессе лимитация как действовать и не буду это рассказать это и так все давно уже прекрасно понимают все знают вот могу только сказать что и одинаковым допустим яблоко когда у нас 70 миллиметров прогибло до 70 на вкус и 100 миллиметров количество кальция у них одинаково количество клеток у них одинаково только в яблоке больше там 80 90 миллиметров диаметра яблоко за счет того чтобы растянуто концентрация кальция спадает поэтому мы тоже здесь должны с вами обращать внимание когда у вас примеру висит джерамин джерамин да мы знаем что витамин это очень крупноплодный сок и он кстати очень сильно подвержен подкожной мистости мы с вами должны понимать защищу конструкции кальция минимально естественно мы с этим ничего практически не можем поделать за исключением перед уборкой перед уборкой примерно за неделю внести три раза в кальций пусть даже это будет хворить кальций пускай даже будет хворить кальций может даже еще лучше но за два-три дня до уборки внесите в кальций неделю церкви даже полторы недели вы планируете внесения и разы первый раз через три дня раз и за три дня до уборки внесите на него еще раз кальций вот таких сортах вы гарантированно спасете яблоко один очень не можем немаловажный факт беларусь беларусь там рядом больше но они очень очень много мне рассказывали как поляки тела как поляки делают с яблоками они в раствор хвалидокальция окунают яблоки контейнера берут и окунают в раствор хвалидокальций сохраняется качество яблока то есть заражение то есть образование только ямщики в разы снижается да это конечно очень тяжелый процесс технически очень тяжелый гораздо проще внести его фолиарно за три дня до уборки но когда вот они видят областного там перед что не сделать не так такой процесс делать до того не на мысль почему почему-то они сделали такой флориде кальция а потом как-то я в одном из магазинов смотрю в огурцах в огурцах почему и хрустящих а там везде присутствует твои тратий вот и думаю совпадение совпадения точно не знают а потом еще услышал что это вот разговор с коллегами он поджигает он поджигает лист кончик листа саму нет между прочим делать до 20 килограмм до 20 то есть для них доза 10 килограмм это норм но мы делали 10 до немножко прижигает начинать немножко прижигая точку роста по небе но вне осенью победу сейчас на концентрацию рассмотрим а это был секрет сказали смотри на огурцах примерно такой же здесь конечно да есть капризный сорт скажу очень не любит магний очень любит кальций вот очень восприимчивый похож очень сильно осыпается ты говоришь на вот такой нет вот у него проявляется даже на зеленый хотя обработка сада идет одинаково у нас много сортов и польские и белорусские яско-лиминградской области у нас специфическая там погода много дождей у нас есть ханя шикарная по вкусу она наверное перебивает все сорта которые у нас есть много сортов 12 ханя по вкусу лучше но мы страдаем с ним все что я могу посоветовать делать анализ плодов вывести все-таки соотношение кальция магния кальция калию кальция азота вывести нормальная русла вы делаете анализы мы делаем ну как применение послушать одинаково идет с этим сортом тяжелым больше облаи до кальция а я думал вопрос можно как слоеном кальция обязательно на кислородок в своей недорогой никто ничего не добавляет никто ничего западать его сумка знают добавляет ну потому что они у них дешевые есть у нас понимаете то есть она пробовали все равно помоле знаете когда они добавляют они добавляют когда работают отдельно летом у нас у них есть возможность обрабатывать летом отдельно кальция у нас сейчас такой возможности поэтому вы перешли на хелатные провокации тогда они добавляют хворит кальций для того чтобы летом снизить фитотоксичность листа потому что хлорит кальций он все-таки немного но вызывает патистичность снижается углеводный амин снижается аминокислоты они все-таки будут планочку снижения снижают то есть вы аминокислоты более провоцируете лучше обмен веществ для этого они делают мы так тоже делали хлорит кальция добавляли аминокислоты для того чтобы не останавливать жизнь растения но в любом случае мы вносим отдельные то есть это отдельно получается дороже чем это дороже это он эффективный кальций очень эффективный эффективный продукт но им дороже вносить нежели и ладно не нравится поэтому мы перешли на хелатокальций чтобы сэкономить нагрузку снизить нагрузку на отработки а сбора до самого известно правда это не правда добавляет понемножку добавляем в какой он форме в какой форме никто не станет визуально да то ли форме борта новыми на поле форме парада или октабарата да там непонятно но говорят у нас говорят значит работ я думаю да но с другой стороны с точки зрения агрохимии бор с кальцием не дружат совершенно то есть если вы вносите бор с кальцием в почву вам любой агрохимик скажет ну тебя обман как минимум потому что с точки зрения агрохимии это два антагониста поэтому как как она точно работает без грызгана господа я думаю о остальным элементам таких как магний и цинк мы не будем более подробно останавливаться ну да мы все понимаем что эти все важные элементы которые микроэлементы точнее которые являются магний цинк и марганец они являются основой пола отмена дыхание фотосинтезо образование марафима кладом пластом карантина каротиноидов и тогда это цена это все понятно особенно цинку также является одним из ферментов для образования гормонов таких как гидрелин различных форм и так далее является сопровождающих магний значит дефицит магния давайте начнем сначала с точки зрения химии он является центральным атомом хлорофилла то есть это неизбежно является он одним из главных микроэлементов хлорофилла это те самые зеленые структуры растения которые участвуют в процессе фотосинтезо процессе обмена ассибириации активирует более 300 экземов то есть ферментов в растительном обмене веществ и участвует производстве углеводов протеинов жиров и витаминов и также он участвует прорастание курицы и образование цветочной крови за счет чего он часто того что это все-таки продукт который усиливает фотосинтез поддерживаю и с помощью него ассимиляция происходит не без остановок какие-то стресс-факторы далее дефицит магния значит опять же по очень многим культурам чувствительных прохладной погоде к строй погоде магний проявляется его дефицит в принципе ну как бы этот фактор можно можно испугаться давно не опять же не кидайтесь из крайности в крайность потому что зачастую очень многие видят что погода на или дефицит магния и начинают вливать в каплю метод магния не всегда это просто некоторые сорта некоторая культура они воспринимчивы именно из заплатной погоды именно к производству магния лучше тогда когда вы видите что у вас плохая погода в течение там двух-трех-четырех дней недели холодная погода лучше его по листу внести один раз но внести по листу гораздо будет эффективнее гораздо точнее работа и дешевле и безопаснее это очень сильно проявляется на земле неким ранее да да это очень сильно проявляется на голода потому что это очень чувствительно стопка марки поэтому здесь лучше не перебирать дал проявится у вас по 10 его лучше вывести поэтому это вот такой совет если погода то в любую фас абсолютно потому что потом он может уже в диаметр 30 40 миллиметров выпало в вас осадки дочь выпало и вы можете потерять это все после цветения в основном потому что до цветения по сути вы обеспечены марки у вас магния в почве вы к блюдаю это у вас магния в виде тот же сурфат аммония вы внесли сурфат аммония у него же интересная функция за счет контакта с почвой и осадками высвобождается серная кислота и она разрушает молекулы глины глина молекула глины это у вас алюминий плюс силипорт молекуле глины заблокированные магний сера заблокирована железо то есть основные микроэлементы и кальций то есть при вот этой процессе раскисления высвобождаются элементы но это вот на тяжелых почвах очень сильно проявляется то есть под действием все на кислоте просто нет раскисления в освобождении доступны они становятся доступными конечно вроде есть но это эффект такой дефект кислот проявляется то есть если мы допустим обратите внимание на жестких жесткая вода когда у нас там высокое количество карбоната кальция да или магния мы почему добавляем маф для того чтобы смягчить воду для того чтобы эти карбонаты опустить для того чтобы они были не такими агрессивными в том же в том числе осмельчаем воду вот то есть это действие кислот это уже диссоциация называется если диссоциацию не забрался есть так в начале цветения если диссоциации почему почему правильно правильно для чувствительных сортов очень надо вот он крайне риск очень требовательный соответствий сет магния как он проявляется я думаю не смысла рассказывать как он проявляется пожелтение листьев хлорозы жилки там образуют какой-то выявляется работа хорошо видно по дефициту магния вот вот в этой фазе до к примеру это наверно уже у нас зачастую было и в июле конец июля выпал дождь сильных есть насыпался вот такой пресс мы думаем что это антракноз альтернариоз зачастую кстати путаться это на его за вот но если у вас системе защиты все хорошо это на него за никогда не было контролируется такая ситуация происходит то есть это уже для строк марки с голдом очень хорошая по нему надо будет усиливать а есть чувствительные сорта там написано кстати ложку ханик риску что он довольно это факт потому что очень часто ханик риск если пренебрегать этим фактором вы можете наблюдать уже в начале июля белый лист вот наполовину белый да на самом деле пластинка листа наполовину белая из-за не на сорта магния это очень восприимчивый сотка магния поэтому эти сорта когда вы сажаете надо элементы технологии учить так но я думаю цинк просто давайте пропустим и сфотка и мы пропустим бор тоже очень много всего рассказано я наверно повторяться не буду мы все прекрасно понимаем для чего гор когда нужен гор не забывайте вор вносить в резерв то есть после уборки бор цинк обязательно нужны для того чтобы постоянно в растении происходили происходил марфогенез даже не морфогенез органогенез почки почки там есть несколько станет и без горна без цинка этот процесс практически невозможен у вас есть . но весной нет цветков выясняется чтобы просто-напросто не сделали резерв осенним работу ну и хотел завершить вопрос можно это до падения листов или после падения у вас даже если 50 процентов листьев еще осталось на дереве обязательно заряжайте азотом азоном мы обычно карбамид делаем не больше 20 лет если это то есть 20 килограмм если это делается до резерва то не больше обязательно добавляйте гор любой пусть это борта на вами это октабара пускай это будет обычная горная кислота самая тяжелая но всегда добавляет и цинк цинку любовь сульфат пила неважно какой цинк хоть посвятцы но он пускай вы азотом во первых заряжаете древесину азон локализуется привесить это ваша энергия весной то есть он никуда не ездить но это ваша энергия весна для того чтобы раскрыть расписались уже все и это старт для ваших листов почему весной это очень важно когда у вас корня не работает корни начинают работать ближе к цветению к розному ток но нужна энергия насчет поэтому нужен носок ну и соответственно бур цинк для процессов органогенеза в почте потому что всю зиму и дифференциация все абсолютно зима и процессы раппе ферментации но не осталось кислотно сколько суслов и более того и цинк не более килограмма цинк если концентрация раствора погибаем читать он цинк понимаете его можно и 05 смотря какой-то же сульфат цинка то 05 если тела можно в принципе к почвенным удобрениям хорошо вернулся в почве вы сказали 80 процентов если обеспечения почек средние пока ваша рекомендация вносить мпк все это пусть она грязная или чистый просто мнение раз здесь надо будет смотреть по вашему по вашей почве вас северский район здесь надо будет спорить по вашей почве ну скорее всего лучше вам нести сульфат аммония вот и о посмотреть об обеспеченности калия и доступность обеспеченность средней при пиграции нет вносим один раз по этой причине несколько раз нет возможности оптимальнее что посоветовали моно какой-то можно просить ему на про фосфор не а у вас к капли нет да или нету туда поставить может дима просто внести в каком содержании делать комплексная комплекс с большим содержанием большим содержанием спасибо потому что у вас капли нет мы не могли фосфор нести на пищу как вы относитесь к внесению мочевины на косточковой слива олыча или вегетации после цветения сколько раз в принципе если вы считаете нет слушайте я считаю для чего мочевина нужно для того чтобы плод был больше если вы в цветение мы обычно начинаем уже в цветении уложить полтора один-полтора литра на не так цветение прям фолиарную работу для того чтобы увеличить про на станет дать азот мы уже начинаем импактность но для того чтобы увеличить калибр ну конечно же мочевина нужно но самое лучшее это токси фосфорда сейчас вам слышу называется точно точно называется этот продукт есть манер максе продукт есть манер максе пенормакс такой препарат стоит 80 тысяч за 1 килограмм он там есть ладно я вспомню я вам скажу они смысл там такой что там очень легкодоступный фосфор эти болезни вот эти окси фосфор это паски пачку косвит начали паспорт пачки паспорт пачки паспорт пачки паспорт пачки идеально это вот паспорт пачки но мы бывают когда его нет потому что он зачастую мы не найдем на просто маску добавлять на калибру моном у них паспорт так хотя бы хоть и 12 процентов амидного азота но зато 61 процент фосфора да там фосфор в другой немножко форме форме простого фосфата это простой паспорт но тем не менее за счет его количество содержания тоже очень хорошо увеличится не мало нет если где-то килограмма 3 делать